Уважаемые охотники Вологодской области, а также охотники других регионов нашей страны, хочу обратиться к вам с информацией о том, что в 2020 году в Вологодской области будет запрещена весенняя охота на бурого медведя, которая у нас планировалась с 20 апреля по 20 мая, а также охота на водоплавающую и боровую дичь, которая планировалась к открытию с 25 апреля по 10 мая. Все вы, наверное, прекрасно понимаете, что меры это вынуждены. Я обращаюсь к вам с призывом о том, чтобы воспринимать эту информацию должным образом. Это связано прежде всего и с коронавирусной инфекцией, которая распространяется как у нас в области, так и во всей стране. Также это связано с рекомендациями письма Министерства природы, которая говорит о том, что рекомендуется охоту закрыть на всей территории Российской Федерации, где она еще не началась. Мы сейчас видим в интернете, в соцсетях очень много информации негативной на это решение. Мы, конечно, вас прекрасно понимаем, но еще раз обращаюсь к вам с тем, что это мера вынужденная и временная. Вы должны это понимать, потому что это нарушает все сегодняшние принятые решения и по самоизоляции, и по поведению в период эпидемии. Хотелось бы еще в свою защиту сказать несколько моментов тех рисков, которые могли бы привести к распространению эпидемии. Первое, это, конечно, те риски, которые связаны с выдачей и сдачей путевок. То есть у нас есть Череповец и Вологда, где в день до 500 охотников приходят в кабинеты. Мы, конечно, планировали сделать и в электронном виде, направить эти путевки охотникам. Но здесь мы нарушаем как федеральный закон, так и прекрасный империод, в котором сказано, что при нахождении в угодьях у вас на руках должна быть эта путевка. Ну и второе, конечно, самое важное, это то количество охотников, которые прибывают из других регионов в Вологодскую область. Все прекрасно знают, что наши угодья богаты различной дичью, поэтому пользуются огромной популярностью в Вологодской охоте угодья. И то количество охотников, которые прибывают по нашим самым скромным подсчетам, в обычный сезон где-то порядка 2-3 тысяч. А если мы сейчас спрогнозируем ситуацию, что вокруг нашего региона, да и по отдаленности, все охотничьи обладья будут закрыты, вы понимаете сами, куда все поедут. Если в Вологодской области не закрыть охоту, а во всех ближайших, даже на ближайших регионах охота будет закрыта, естественно, все поедут сюда. Вы должны прекрасно понимать, что, какие это последствия может вызвать. Поэтому вот эти два момента, которые хотел бы вам объяснить и довести, что мы предпринимали усилия о том, чтобы постараться как-то сохранить ее, но все, значит, риски были не на нашей стороне, поэтому такое решение было принято. Еще один момент, на который хотел бы остановиться. Если ранее административные правонарушения сопровождались штрафами от 500 рублей до 4 тысяч, то сегодня, нарушив правила охоты, охотник, браконьер, наказание будет видо лишения охоты. А это уже совершенно другой подход, другого наказания в этих сроках не предусмотрено. Только решение охоты со всеми последующими вытекающими. Поэтому в департаменте будут созданы мобильные группы, которые будут распределены на территории области. Мобильные группы будут совместно и с органами Росгвардии, с Гостехнадзором, с Рыбнадзором. Совместно рейли мы будем проводить по всей территории Вологодской области с применением всех средств, техники, квадрокоптеров и остальной спецтехники, которая есть в нашем хозяйстве. Еще раз, уважаемые коллеги, уважаемые охотники, обращаюсь к вам, чтобы вы воспринимали эту ситуацию как должное, это мера вынужденная и временная. Поэтому в любой другой ситуации бы хотелось пожелать ни пуха ни пера, а сегодня я хочу пожелать просто здоровья вам и вашим семьям. И еще раз отнеситесь к этой ситуации должному разу. Присимо.